Здравствуйте! И научила нас делать эстамп. А сегодня мы знакомимся с другим волшебным видом творчества, который называется рисование сухой пастелью. На столе у нас сегодня меньше предметов, но буйство красок поражает. Итак, Луиза, в чем будет заключаться сегодня наше с вами творчество? Мы будем учиться с вами рисовать сухой пастелью, цветной пастелью. Будем рисовать с вами эзотических бабочек. Какие бабочки, а какие цвета! Да они и нежные, и в то же время красочные. На самом деле они в природе очень большие, помещаются на ладошку. Их представляют различные музеи, да, и детям, я думаю, очень будет полезно узнать про таких бабочек, что они существуют, их полюбить, конечно, за их яркую окраску. Это нарисовали вы или ваши воспитанники? Это нарисовала я. Сейчас я могу показать работы, которые... Давайте посмотрим. ...наши мои дети нарисовали. К сожалению, не все, потому что детки забирают работы, которые принесли мне. Вот видно прямо, что у каждого из детей свой взгляд на природу. Вот здесь вот более нежно это, Саша, у нас. Нежные такие бабочки. А фон такой насыщенный, зеленый, изумрудный, да, потому что это где-то в джунглях подразумевается, наверное, да? Да, это должна быть очень яркая растительность, да, зеленая. Вообще можно рисовать на бумаге специально для сухой пастели, но мы решили здесь немножко пойти дальше и сделать сами подложку, фон сделать живописный. То есть мы должны здесь не просто закрасить, как маляры зеленой краской, а сделать именно такую живописную гуашевую подложку. Так, подложка зарисована гуашей. Он должен быть хорошенечко, хорошо подсохнуть, и сейчас на сухой лист мы можем с вами начать рисовать сразу, прямо сразу, без карандашного наброска сухой пастель. Начнем мы с вами с того, что будем рисовать растительные, где сидят бабочки. То есть вот сейчас я буду рисовать, а вы будете за мной повторять. Так, я могу тоже взять белый кусочек пастель, да? То есть вот, смотрите, у нас, например, веточка, да, и вот здесь у нас с вами будут бабочки. Я могу нарисовать какие-то свои веточки, хотя мне кажется, у вас очень хорошо. Не важно, это может быть переплетающиеся друг с дружкой ветки, они могут... Может, они даже идут откуда-то сверху. Желательно, чтобы в край листа вот вывести как бы сюда окра. Хорошо. И здесь. И здесь какую-нибудь веточку тоже можно. Само туловище бабочки напоминает такой вот конус или морковку. Детям я чаще всего очень просто объясняю. Похоже на морковь? И сажаем. Сейчас покажу, как у нас. Чтобы у нас также нужно соблюсти расстояние справа и слева, чтобы у нас осталось место для крыльев. Основание морковки – это голова? Да, это туловище вместе с головой. То есть вот, это у нас морковь. Так, если у меня тут сидит бабочка, то она как-то вот так, наверное. Можно прям посадить на веточку. Она у меня получилась такая. И вот здесь будет крупная бабочка. Да, да. И вот если еще веточку продолжить, то можно посадить ее под другим наклоном вот сюда вот. Вот так. Сейчас нарисую. И теперь мы будем делать их крылышки. Напоминать, они будут треугольники перевернутые. Треугольники закругленные. Треугольные, да. То есть вот, например, мы начинаем отсюда. И вот здесь соединяют. Вот у нас получилось. Тоже немножко на лепесточек похоже. Как у обычных бабочек, у них головы нет. То есть получается, у них растут сразу из головы. И теперь внизу, вот здесь, у нас будут крылышки, которые могут соединяться даже между собой. Вот так. Они практически закрывают их туловищами, да? Закрывают, да. Вот здесь закрывают туловищи. Вот так смотрите. Так, на моей бабочке, кажется, не закроют. Вам нужно было побольше делать. Побольше. Основной крылышкой. Да, чуть-чуть побольше вот этого. А здесь вот вторую крылышку. Помогать можно. Конечно, я же ученица нулевого класса, поэтому мне сам Бог велел помогать. Вторая у нас зелененькая. У нее тоже своеобразные глазки там есть. Да. И у нее крылышки, они сходятся прям вместе, да? Да, то есть у нее вот так у нас. И нижние крылышки похожи на хвост русалки. Здесь у нас встречается, остается только одна голова. Видна? Вот такие вот. И здесь. Больше крылья. Да, да. Ну, что-то опять. Так же, как с лепесточками. Ух ты. У вас места много. Да. Пожалуйста, не обрезать крылышки. Белые пятна мы все. И вот здесь вот соединяем. Угу. Главное не запутаться. Хвост. Своеобразные у них крылышки-то нижние. Все. Угу. Теперь желтенькие, я вижу, положили. Теперь начинаем мы раскрашивать голову и крылышки. Угу. Вот такими штришками. То есть это еще первый слой. Угу. Вспомним детство тоже, как вы рисовали на асфальте. На асфальте мы так рисовали, а вот на уроке сухой пастель уже не ходили. И теперь нужно подчеркнуть именно форму, немножко растушевать. И опять же их чуть-чуть надо растушевать. Подчеркнуть форму. У нас еще руки, руки сами, пальцы участвуют в процессе. Да, поэтому здесь и ловкость, и мастерство рук. Так, это второе крылышко, да, мы раскрашиваем? Угу. Так, у меня глаза остались зеленые. Теперь мы их в черный, да? Да, когда будете делать красный. Угу. Красный какой-то темный. Теперь нужно тем же желтым цветом сделать именно махнушечки. То есть это технику шистости. Угу, каким образом махнушечки? А, ну просто мы такие мазки делаем, да? Свообразные штрихи. Первый слой это был как бы основной. И он такой стучащий. Устучите мелком. Вот. Теперь вот эти вот. Коричневые. Полосочки такие, да, волны. Здесь. Ну вот, перенажимал. Можно две полосочки. Художник должен уметь подчеркнуть, увидеть, разглядеть эту красоту. Красоту, какие-то необычные детали в окружающем мире, да? Отсюда и рождается вдохновение. Теперь мы сейчас будем делать черный контур. Подчеркивать нам нужно рисунчик. Это уголь, так же, да? Уголь, да. По контуру, прям вот по краешку. Везде вокруг. Тонкая линия, сделаем контур. В первую очередь крылышки, туловище. Чтобы они у нас немножко на фоне листвы выделились. Вот здесь, где стык, видите, крылышко переходит в туловище. Нужно сделать небольшие такие штрихи, как будто она пушистенькая такая. И еще у нас вот здесь с вами. Вот эти вот места, глазки, да. И сейчас глазки беленькие. Подчеркнем, и все, и готово. Так, ну, давайте тогда перейдем к другой бабочке, да? А зеленый еще нужен. Майскую зеленый цвет такой. Ой, какой сочный, красивый цвет. И начинаем так же по ходу роста. И туловище, да? А крылышки просто покажем. Тулуще на желтый. Первый слой просто закрашиваем, растушевываем. А второй уже будем делать пушистенькие крылышки. Все, теперь вот этот хвостик надо сделать. Тоже зелененьким? Да. Сейчас будем стучать. Стучать? А-а-а. Снова делать наших питомцев пушистыми? Да. Угу. Стучим зеленым, да? Да. А, мы сейчас с вами должны вот эти сейчас сделать с глаза. Прямо поверх. А глазки где? А, да, глазки, да, которые на крылышках, собственно. Да. Они у нас в форме завиточков. Угу. Прямо зеленый цвет. Спираль. Ну, какая же красота. Если не ложатся немножко прям... Слой зеленый он сам уберет, выстучит. Надо сделать рожки. Здесь такие рожки, как сороконожки. Ух ты, мохнатенькие тоже, да? Тоже белым. Да, сороконожки белым. Как сороконожки. Палочкой они... А потом мы их тоже обведем, да? Или они белые? Сейчас мы будем черным немножко поделать. Угу. Вот здесь еще глазки беленькие. Глазки. Вот. Угу. Вот здесь контур немножко подчеркнем. Рожки. Здесь переход. Вот тоже от головы к мохнатым сделаем. Отделим два крыла. Вот. Ага. Зеленый цвет теперь нам нужно. Разные оттенки зеленого, разный, разный. Так, зеленый у нас тут прям в разных оттенках представлен. Каши темные. Можно использовать такой, нравится, такой, 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 такой. И добавлять еще веточки. Веточки? Вот такие веточки можно с зонтиками. Хорошо. На конце зонтика. Чтобы было понятно, где у нас бабочки обосновались. Вот где нет бабочек, да, там мы делаем растительный орнамент. Вот такие вот зонтики. На конце зонтика можно, например, сделать красным цветом. У нас будут цветы, например, распускать. Угу. Не распускать. Не раскрытые цветы. Можно цвет посветлее какой-нибудь взять. Зелененький какой-нибудь взять. А вот салатового у нас много, да? Угу. Можно желтоватый просто взять и все. Вот такие вот сделать. Как у гороха такие. И они такие извилистые. То есть они вот такие вот вьются. Вот, например, да? И прям вот такими движениями просто так раз. Так, это просто листики у них такие? Да, просто листики. Овальная форма. Листики не забудьте растушевывать. Угу. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работа мастера Луизы Зойной и работа под мастерью ученицы нулевого класса моя. Но опять же, я не знаю, кому как, но мне кажется, очень мило, хочется оставить на память. Понравилось и само занятие, очень расслабляет, дарит прекрасные эмоции. Сухая пастель, всем рекомендуем, очень удобно, очень приятно и получается красиво. Радует душу, радует сердце, радует глаз. В этом нам снова помогла Луиза Зойна. А мы с вами прощаемся, до новых встреч в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok